В принципе, я болела с самого детства, с раннего. Это все было не... как диагноз был не поставленный, потому что средств диагностировать просто на Дальнем Востоке не было. И просто, ну, болела-доболела. Судьба так отправила случайно в Москву. Ехала на две недели полечиться, пока зависла здесь. В марте, 9 марта я прилетела. Ну и доктор после обследования сказал, что мне нужна трансплантация. Многие пытаются знакомые, там, ой, вот, и несчастные, там, операцию ждешь. Это, наоборот, блага, это как голубая мечта. Здоровые, легкие, потому что всю жизнь ограничиваешь себя. Ваши длинные фермы держали для того, чтобы пасти рядом коров. Ну и зимой они были бесхозные, их даже не кормили. И мы с подружкой после школы брали с собой всегда овес. Шли на ферму. Вначале их закормила, потом поймаем. Самодельную издечку делали. Ну и катались по лесу. Я в своей жизни пыталась три раза уйти от лошадей, заниматься обычным образом жизни, работой, все такое. Я через три дня начинаю тосковать. Когда ездишь на лошади, это непередаваемое чувство свободы, чувство независимости, чувство полета. То, что передает лошадь, это непередаваемое ничем. Муковисцидоз Муковисцидоз – редкое врожденное заболевание, поражающее внутренние органы человека. В первую очередь страдает работа легких в органах пищеварения. Единственный способ лечения – полная замена легких, то есть трансплантация. Вне организма донорские легкие живут не больше 10-12 часов. За это время пациент должен приехать в клинику, пройти контрольное обследование, подготовиться к операции. Поэтому важно, чтобы в ожидании пересадки пациент жил с клиникой по соседству. Совершенно неизвестно, сколько времени займет ожидание подходящего донорского органа. Может месяц, а может несколько лет. Субтитры создавал DimaTorzok